В Мариел представлены претенденты на соискание Госпремии Республики за 2020 и 2021 годы. Сейчас экспертная комиссия по государственным премиям при главе региона выносит на обсуждение произведения и работы, допущенные к конкурсу. Подробнее обо всем в материале моих коллег. Всего за государственные премии в области литературы, искусства, архитектуры, науки и техники в этом году борются 52 соискателя. Экспертной комиссии при главе республики предстоит оценить 20 работ. Наибольшее количество претендентов на премию в области литературы. Победу в этой номинации оспаривают 4 кандидата. Среди них и авторский коллектив, выпустивший к столетию Марийского комсомола книгу «Красной нитью. Прошитое время. Летопись славных дел». На воплощение идеи в жизнь ушло 2 года. Материал для книги собирался по крупицам в каждом районе республики. Мы отразили все основные этапы участия комсомольских организаций республики во всех сферах жизни. Начиная с гражданской войны, коллективизации, ликвидации безграмотности, участие в военных действиях, восстановление страны после разрухи, направление молодежи на ударные комсомольские всесоюзные республиканские стройки. И много-много другой информации, которая позволяет судить о том, что комсомол – это была уникальная организация, которой нет, не было и, наверное, не будет равной в мире. Поэтому здесь сохранена та историческая память, которая, мы считаем, должна быть унаследована молодежью, чтобы было понятно, чем, как жили, о чем думали, о чем мечтали их сверстники весь этот период сто лет назад. Марийское отделение Союза художников России выдвинуло на соискание премии в области изобразительного искусства работы художника Геннадия Петухова. А театр оперы и балета имени Эрика Сапаева – Всемарийский детский хор и Всемарийский детский оркестр на премию в области музыкального творчества. Национальный театр драмы имени Шкетана намерен получить премию в области театрального искусства за спектакль «Цветок шахт». А в области архитектуры и строительства претендент на премию – Марийская государственная филармония имени Якова Ишпая. Шесть претендентов оспаривают победу в области научной публикации, а за премию в области сельскохозяйственного производства борются «Иван-чай» и полуфабрикаты от известного сырзавода. Номинанты на премию в области промышленного производства выдвинуты от Поволжского технологического университета, машиностроительного завода и завода полупроводниковых приборов. Комиссия уже посмотрела построенное здание Марийской государственной филармонии имени Якова Ишпая, картину Гедандия Петухова, выставленную в Национальной художественной галереи, а также побывала на промышленных предприятиях, таких как ЗПП и ММЗ. А также посмотрели производство сернурского сырзавода. В этом году они выдвинули новшество – это полуфабрикаты из «Козлятины». В дальнейшем еще в связи с ограничением некоторой работы мы посмотреть не можем. В дальнейшем у нас научные публикации будут презентоваться, а также 14 октября в театре «Шкетана» мы смотрим спектакль. В прошлом году в положение о комиссии по госпремиям было внесено изменение. Согласно ему, отныне соискатели премии могут участвовать в конкурсе повторно, спустя пять лет, с новой работой или в составе другого авторского коллектива. От членов комиссии всех обратиться к общественным творческим организациям, к предприятиям в области промышленности, сельского хозяйства, для того, чтобы выразили свое мнение по поводу работ и соискателей. И все материалы ждем здесь, в Министерстве культуры, до 22 ноября. После этого общественное обсуждение закончится, и члены комиссии будут принимать свое решение. Победители конкурса на соискание госпремии республики получат денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. С этого года по указу главы республики эта сумма облагаться налогом не будет.